Приветствую вас! Ответить на вопрос, который вы задаете, можно через несколько аспектов. Первое. Страх, который либо породил неудачный опыт, либо появился в результате неудачного опыта, что нужно, кстати говоря, еще выяснить, что впервые, да, что впервые. Так вот, возник из-за того, из-за того, что вы, именно вы, на мой взгляд, с одной стороны, не принимаете себя таким, какой вы есть, с одной стороны. А с другой стороны, вы хотите, как это не парадоксально, общение ради общения. То есть, вам именно хочется общаться, чтобы общаться, но не общаться, чтобы, например, чего-то достичь, но не общаться, чтобы чего-то, например, для себя, допустим, получить. И, на мой взгляд, это является проблемой. На мой взгляд, это является проблемой, в первую очередь. Поэтому, соответственно, это первый аспект. Первый аспект, это аспект принятия себя. Первый аспект, это аспект полного принятия себя. Отсутствие, условно говоря, которого, и приводит вас к тому, что вы боитесь, например, боитесь, что ситуация повторится. То есть, вы опять будете отвергнуты, например. Вот. Это, с одной стороны. С другой стороны, это цель. Цель общения. Да? То есть, ради чего общаться? Зачем общаться? Чего вы хотите. То есть, ну, чтобы что вы хотите общаться. Понимаете? Какая история. И, на мой взгляд, с этим вам нужно тоже поработать. Да? Вот. И, таким образом, для начала постарайтесь определить, что именно вы в себе не принимаете. И, как вы, например, восприняли, восприняли тот факт, что вас отвергли, грубо говоря. То есть, как изменились ваши представления о себе, когда эта ситуация произошла. Стали вы о себе хуже думать? Если стали, то почему вы стали о себе хуже думать? Ну, и так далее. И, соответственно, вот из принятия себя, как раз таки, из принятия себя, и состоит та работа, которую вам нужно сделать. Из принятия себя, и выработки адекватного отношения к тому, что составляет тело вашей личности. Вот. Дальше. Следующий момент, который я хочу сказать, это ваши интересы. То, что вам интересно, то, что вам нравится, то, что вас привлекает. То, ради чего бы вы могли, собственно говоря, выстраивать общение. То, ради чего бы вы могли выстраивать взаимодействие с людьми. Что-то вас мотивирует. Это ни в коем случае не могут быть сами люди, да, это ни в коем случае, ни в коем случае не могут быть сами люди. Это может быть только то, что вам не нравится, это может быть только то, что вас привлекает, может быть только то, что вы хотите делать. Да, на мой взгляд, это тоже является крайне важным элементом в решении вашей проблемы. Но другое дело, что самостоятельно с этим вы скорее всего справиться будете не в силах, и вам потребуется помощь психолога, помощь специалиста, если вы, конечно, реально хотите с этим работать. То есть дело здесь совсем не в том, что вы поняли причину, и поняв причину, ситуация сразу же разрешилась. К сожалению, нет. Дело не в понимании причин. Дело в том, что вы с этими причинами делаете. Это очень важно. Поэтому я надеюсь только на то, что вы решите для себя, как будете действовать дальше. Вот. Обратите внимание на принятие себя, на выработку отношений к себе, и выберите себе эксперта для работы. Что касается того, как вести себя. Как вести себя, чтобы что? Как стоять за себя. А в чем проблема? В чем ваша проблема за себя постоять? Вы извините, но я не очень понимаю. То есть, вы говорите о защите своих интересов, или вы говорите о личных границах своих. Вот. О чем вы говорите конкретно? Потому что, вот так, по касу, совершенно непонятно, что вы имеете в виду. Что именно вас беспокоит. Как влиться в новую компанию? Очень просто. Либо разделить ее интересы, либо раскрыть ей, то бишь компании, свои интересы. Вот так. Так, как мне закрываться в себе при общении и реагировать на нарушения собственных границ. Реагировать нужно в рамках Я-сообщений. Вот. Про Я-сообщения можете почитать в интернете. Но для этого необходимо проделать все то, о чем я говорил выше. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.